Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я высаживаю перец и хочу сказать, что я добавляю туда в лунку. Когда я высаживала томаты в теплицу, я забыла сказать, что в перцы я заправляю лунки точно так же. Весной им нужно все одно и то же. Немножко золы добавляю. Вот у меня так же из ситов, из ситечка подсыпают. Одну столовую ложку диамофоски, можно азофоски, нитрофоски, любое комплексное удобрение. Уже спрашивают, можно ли ложить суперфосфат. Нет, суперфосфат класть рано. Суперфосфат будем в конце. Обычно суперфосфат добавляют уже, когда есть плоды и у лука, и у томатов. Перцу сейчас нужно просто нарастить побыстрее зеленую массу. Для этого добавляем перегной зола. Там природный комплекс удобрений. И удобрения комплексные, минеральные, это по желанию. Хотите, ложите, кладите. Хотите, нет. Я когда есть время добавляю, когда нет времени, не добавляю. Вот те первые перцы я высаживала, вообще ничего не добавляла, не было времени. Не знаю, это комплексное удобрение помогает оно или не помогает. У меня всегда хороший урожай, и когда я кладу, и когда я не кладу. Сейчас про размеры между растениями. Потому что каждый день идут вопросы, на каком расстоянии высаживать перец. Я говорила уже сто раз, и повторяю еще раз. Никто вам не скажет, на каком расстоянии вы должны высаживать перец. Это зависит только от сорта. Показывала, еще раз показываю. Вот эти мелкие сорта, маленькие, карликовые, их можно садить вообще в сплошную. Вот тут даже у них написано на инструкции, вот, винни-пух, пышка, венти. Их можно садить на грядочку вообще в сплошную, 15-20 сантиметров. Даже можно 20 сантиметров друг от друга не отступать. Вот они, видите, они будут небольшие, они маленькие, уже плодоносят. Им не нужно много расстояния. Также у меня высажена виктория сплошным по 20-15 сантиметров. Вот виктория. Она тоже будет небольшая. И если общую картину вот так посмотреть, маленькие перцы высажены у меня на маленьком расстоянии. Дальше, где идут большие перцы, я вот специально линейку принесла. Между ними расстояние уже больше. Тут между каждыми, вот, отсюда до сюда, я оставляю 30 сантиметров. А в паре между ними 25 сантиметров. И дороги. Вот прошел один рядок двойной. 50 сантиметров дорожка. Она идет вдоль всей теплицы. Прошел этот рядок центральная 60 сантиметров. Тут также, тут вот высажены у меня малыши. Они немного гуще. Видите, что маленькие перцы высаживаю я чаще. Это так рекомендуется. Маленькие перцы, маленькое расстояние. Тут я высаживала вот еще до холодов. Все перцы уже плодоносят, которые ранние сорта. Им хватает этого места. Вы видите, что он больше не разрастается. Он весь улеплен уже перчинами. Им вполне комфортно, свободно. Другое дело. Это вот у нас, я специально, чтобы вам показать, ласточка. И венти. Венти тоже он больше уже не вырастет. Они компактные такие кустики, пушистенькие будут. Другое дело с большими. Видите, чем больше перец, тем больше у меня идет расстояние. Тут уже им нужно свободу. Они будут разрастаться. Вот там, видите, перцы великаны. Они уже при высадке более 50 сантиметров. Ясно, что им нужно больше места. Поэтому не задавайте никогда вопрос, на каком расстоянии высаживать перец. Это все зависит от характеристики сорта. Изучайте сорта. Большие перцы нужно на большом расстоянии. Даже некоторые до 30-40 сантиметров. А маленькие перцы допуская загущенную сплошную посадку. Вот у меня перчики. Им этого достаточно. Если хотите посмотреть другие видео и почитать статьи, у меня на странице все выложено. Я все сохраняю каждый месяц. Каждый день добавляю туда. Можете в Одноклассниках набрать Ольга Чернова, 56 лет. Город Бейск, Алтайский край. Там про высадку томатов, перцев. Когда будут плоды созревать, я буду знакомить вас с каждым сортом отдельно. Потому что все сорта разные и все сорта должны присутствовать у вас на участке. Вот эти маленькие, они вроде не козистые, не скорослые. Но видите, вот те, которые ждут высадки, они все уже с плодами. И я сейчас уже рву перцы для приготовления салата. Вот с этих. Уже полноценный перец. Он, конечно, пока в технической спелости, не в биологической. Цвет не приобрел, но для салата он вполне подходит. Вот сейчас май месяц, перец я уже кушаю, потому что я высаживаю ранние сорта тоже. Хотя все, многие гонятся только за крупноплодными. Мелкоплодные тоже нужно высаживать, а не раньше. У меня вот эта часть высажена для получения раннего урожая. Я захожу, рву салат в следующей теплице, рву огурец, рву перец, зеленый лук. Все, полноценный весенний витаминный салат. Так что вот эти сорта, я про них потом буду говорить более подробно. Ой, сейчас покажу. Вот они уже с полноценными перчинами. Их обязательно нужно высаживать. А вот те, которые будут большие, крупные, толстостенные, вот они там в углу. Они будут еще не скоро. Нам их ждать месяц-полтора. Так что выбирайте сорта осмысленно, внимательно. И тогда у вас будет все лето конвейер овощей. Самые ранние весны. Вот сейчас май. У меня уже все в перчинах. И до самой зимы. До свидания. Всего хорошего. Заходите на страницу, изучайте сорта. Все буду выкладывать и рассказывать подробно. До свидания.